Я надеюсь на то, что решение касательно чиновников и студий будет принято уже завтра, говорит Егор Соболев, председатель иллюстрационного комитета при Каблине. Соболев также отметил, что первые, кого касается иллюстрация, будут бывшие высшие должностные лица. В первый список тех, кого касается иллюстрация, по мнению Соболева, попадает бывший президент Виктория Лукович, Андрей Клюев, руководитель администрации президента, первый зам Клюева, Андрей Портнов, Христос Сонко, эксперт Кокуро, Александр Рейкиненко, бывший глава СБУ, Елена Лукаш, экс-министра юстиции Виталий Захарченко, бывший глава МВД. Прогнозируется, что всем вышеперечисленным лицам пожизненно записать любые посты в политике. Также по иллюстрации попадают те судьи, которые подставили себя неправовыми решениями касательно содержания участников нижних акций. Судьи не смогут занимать госдолженности на протяжении 5 лет. Егор Соболев подчеркнул, что государству необходима более обширная иллюстрация, которая затронет разные органы власти, но это должно быть проходить на законном устамании после долгого общественного обсуждения. Органам милиции, как употребляет Соболев, нужна антифейсбышная иллюстрация, потому что, по мнению Соболева, хотя бы двое последних руководителей СБУ имели контакты с ФСБ. В Одессе стала популярна тема касательно иллюстрации чиновников-депутатов и правоохранителей, которые имели отношение к коррупции в жизни правомерным делам по отношению к демонстраторам. Вчера, 19 марта, было проведено первое собрание иллюстрационной комиссии. Ее состав был выбран в Одесском Евромайтане. Среди 17 участников комиссии есть юристы, правозащитники, журналисты, ученые и предприниматели.